Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получил письма, он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас еще все шло, еще, по счастью, было рано. Когда на камне он упал и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Могу вам сообщить о том, что, завернувши в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там и рядом тополь для приметы. А впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо. Письмо нам утром принесли. Его за смертью адресата между собой мы вслух прочли, уж вы простите нам, солдатам. Быть может, память коротка у вас. По общему желанию, от имени всего полка я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет, вам будет все равно не нужен. Что вы живете хорошо, не знаете беды. И, кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенатском аттестате. Что б писем он от вас не ждал, и вас не утруждал бы снова. Вот именно. Не утруждал. Вы побольнее искали слово. И все. И больше ничего. Мы перечли их терпеливо, все те слова, что для него в разлуке час в душе нашли. Не утруждай, муж, аттестат. Да где ж вы душу потеряли? Ведь же был солдат. Солдат! Ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьей любить. Не все разлуку побеждают, не все способны век любить. Несчастью в жизни все бывает. Ну, хорошо. Пусть не любим, пускай он больше вам не нужен. Пусть жить вы будете с другим. Бог с ним там, с мужем или не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает. Что третий год себя подряд вас защищает. Друждай. Что ж, написать вы не смогли, путь горьких слов. Но благородных в своей душе их не нашли. Так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они бы вам оказали честь. Вам написали бы эти строки. Они бы за вас слова нашли. Чтоб облегчить тоску чужую. От нас поклонным до земли. Поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим. От нас, отторженных войною. А вас мы написать хотим. Пусть знают, вы тому виною. Что их мужья на фронте тут. Подчас в душе борясь с собою. С невольной тревогой ждут из дома писем перед боем. Мы ваши. Мне к добру пошли. Теперь нас тайник горечь мочит. А вдруг не вы одна смогли. Вдруг кто-нибудь еще получит. На суд далеких жен своих мы вас пошлем. Вы клеветали на них. Вы усомниться в них нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам в вину. Чтоб душу птичью вы скрывали. Что вы за женщину, жену, себя так долго выдавали. А бывший муж ваш. Он убит. Все хорошо. Живите снова. Уж мертвый вас не оскорбит. Письме давно не нужным словом. Живите не боясь вины. Он не напишет. Не ответит. И в город, возвратясь с войны, с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще придется вам простить его. За то, что, наверное, с месяц приносить еще вам будет письма почта. Уж ничего не сделать тут. Письмо медлительнее. Пули. К вам письма в сентябре придут. А он убит еще в июле. А у вас там каждая строка. Вам это верно неприятно. Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощание. Я уважающее вас. Покойного. Однополчане. По поручению офицеров полка Константин Симонов. Константин Симон. По поручению офицеров полку.